Здравствуйте! С праздником наступающим! Это праздник, 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 здоровья, мира, добра и благополучия вам, в вашем доме, всем, кто с вами проживает. Дожить до победы. Об этом мечтали все участники Великой Отечественной войны. Дожить до очередной годовщины победы. Это стремление отличает ветеранов, фронтовиков и позволяет им в более чем солидном возрасте сохранять силу духа. Такова Вера Гавриловна Пикина, спасавшая жизни бойцов и командиров во время обороны и освобождения Новороссийска. Свет, страшайшая светомаскировка. Нельзя где-то огонек или что, немцы по 10 самолетов летают. И все наши сбивают. Наши, знаете, фанерные, перкалью покрытые, они бронированы. Они же готовились к войне. Владимир Ильич Синеговский знаком с Верой Гавриловной уже много лет. Он хорошо знает историю ее боевой юности. Восхищается тем, как 16-летняя девчушка-медсестра под бомбежками днем и ночью принимала раненых с поля боя и доставляла их на полуторки в военный госпиталь, который располагался сначала в больнице моряков, а потом был эвакуирован в Геленджик. Вера Гавриловна, который в Новороссийске формировался госпиталь военно-морской, он на базе больницы моряков формировался. И он на 9-й километр переехал, когда немцы стали подходить к Новороссийскому, а потом уже в Геленджик. И вот в Геленджике этот военно-морской госпиталь, краснознаменный фронтовой Новороссийской военно-морской базы 18-й десантной армии. Вера Гавриловна не считает себя героиней. Она, как и все во время войны, забывая о себе, делала все возможное для того, чтобы приблизить победу. А гордится она военной династией своей семьи, в которой все, включая ее дочь, выбрали служение Родине. Ветеран-малоземелец уже получила письменное поздравление с Днем Победы из Государственной Думы. Но настоящим подарком для жизнерадостной и общительной Веры Гавриловны Пикиной стала личная встреча с Владимиром Ильичем. Она рассказала, что в свои 92 года считает долгом посещать учебные учреждения города. Пограничный отряд и обязательно будет присутствовать на Параде Победы. И делает она все это для того, чтобы передать правду о войне и о цене победы новым поколениям. Это, наверное, одна из главных сейчас проблем, и они все больше и больше говорят, как нам передать поколениям правду о Великой Отечественной войне. Ее пытаются искажать, но мы понимаем, вот сейчас мы с Великой Гавриловной встретились, поговорили, ну, просто аж как-то и трепетно, и торжественно, потому что это тот человек, который прошел Великую Отечественную войну, и муж, и ее друзья, соратники. А я поколение послевоенных детей, у меня родители тоже, ветераны войны, отец и мама. Наша задача – эту правду черпать от них, пока они про жизнь, и эту правду передавать с поколения в поколение. До 73-й годовщины Великой Победы дожили 200 новороссийских ветеранов-фронтовиков. Немногие из них в бодром здравии, и каждый достоин особого трепетного отношения. Они – наша гордость, свидетели всенародного подвига и хранители истинной истории. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.